В Тюменской области в разгаре вступительная кампания в колледжах и техникумах. В приемных комиссиях уже принято более 20 тысяч заявлений от абитуриентов. Из них свыше 11,5 тысяч от девятиклассников. Еще пять лет назад конкурсного отбора в такие учебные заведения вообще не было. Но теперь все иначе. В чем причина, разбирался Алексей Козлов. Считанные дни до заветной даты. Окончание приема документов. Софья и Алена закончили девятый класс и ушли из школы. Их выбор – среднее профессиональное образование. Важно уйти после девятого, потому что я считаю, что я смогу. То есть самостоятельность во мне уже процветает. Пошла сюда, потому что мне нравится дизайн, отрасль. И я с четвертого класса мечтала пойти именно на дизайн. Еще несколько лет назад поступить было просто. Теперь уже конкурс. Три человека на место. Причем экзамен нужно сдавать только для поступления на творческую специальность. На технические профессии оценивается средний балл по аттестату. Конкуренция растет. Еще в начале 2000-х, когда я заканчивал школу, поступать в профессиональные технические училища считалось непрестижным. Но вроде как не осилил 10-11 класс. В вуз не поступить. 2018 год. Это техникум строительной индустрии. А за этими станками будут обучаться будущие техники по строительству и эксплуатации зданий. Интересно, что конкурс на эту профессию. Пять человек на место. И еще более интересно, половина абитуриентов пришли подавать документы после 11 класса. А это значит, что качество знаний будущего специалиста будет лучше. Ведь выберут того, у кого балл выше. Таким образом, стереотип о том, что среднее образование получает только троечники, остался в прошлом. Ведь и станки, на которых доведется работать, довольно сложные. Потому что немножко другие технологии. Технологии же идут вперед. И мы, естественно, тоже обучаем ребят по новым технологиям уже работать. По новым технологиям обучаем. И, соответственно, ребятам больше программного обеспечения необходимо знать. Работу найти проще. А обучение в разы дешевле, чем в вузе. В 4-5 раз. Лесотехнический техникум. Самая популярная профессия здесь связана с электрикой. Пять человек на место. Популярность набирает новая специальность. Оператор-беспилотника. На нее выберут лучшего из шести. Но рекорд по конкуренции в другом колледже. Учиться на физрука. Будет один из шестнадцати. Мы видим, сколько стадионов, сколько площадок спортивных. И какое внимание уделяет государство спорту. То все это, конечно, кстати, и заработная плата сейчас довольно приличная. Председатель Общероссийской спортивной федерации спорта глухих, один из выпускников этого колледжа. Стал преподавателем физкультуры два года назад. После колледжа я начал вести курсы с ограниченными возможностями здоровья по адаптивной физической культуре. Занимаюсь инвалидами, детьми. До конца приемной кампании осталось несколько дней. 15 августа станет известно, кому же удалось поступить в колледж или техникум. Алексей Козлов, Андрей Захаров. Тюменское время.